Говорит Москва Сотникова Валентина Васильевна Бабушка родилась и жила в Архангельской области, Шенкурском районе, деревне Керчила. Когда началась война, ей исполнилось 13 лет. И в этот день она гостила у своей старшей сестры под Архангельском. Сестра сразу же приняла решение отправить бабушку в деревню к родителям. Начало войны запомнилось воем сирен. И сразу же запретили вывозить продукты из Архангельска. И поэтому бабушка очень сильно запомнила этот день еще тем, что когда она садилась на пароход, чтобы ехать в деревню, что она прятала пряники за пазухой, чтобы их не нашли, когда обыскивали. Пряники в то время в деревне была неслыханная роскошь, и бабушке уж очень хотелось их отвезти домой родителям и маленькому брату. В деревне сразу же забрали на фронт отца, хотя у него было очень слабое здоровье. Да вообще забрали всех мужчин и женщин старше 18 лет. Мужчин забирали на фронт, а женщин на оборонные работы. Они копали окопы. Во время войны бабушка продолжала учиться. Школа находилась за рекой, и 4 километра еще необходимо было потом пройти пешком. Школа работала в военном режиме. Учиться начинали только после уборочных работ осенью и заканчивали раньше, так как начиналась пассивная. Вообще все дети очень много работали в войну, так как в деревне остались только женщины и дети. И приходилось работать наравне со взрослыми. И в поле, и на сенокосе, и, как вспоминает бабушка, даже на сплаве. Все приходилось делать руками. И сжать, и рвать лен, и заготавливать дрова. Картошку они тоже выкапывали в заморозке. Работали от темная до темна. Бабушка вспоминает, что даже в плохую погоду их не пускали в лес собирать грибы и ягоды. Председатель жил в последнем доме, по ее воспоминаниям. И он все время смотрел, чтобы они никуда не убегали. Почти не было одежды и обуви, и все сильно замерзали. Еще сильно голодали, потому что все, что могли, отдавали на фронт. Себе оставляли только минимум. Так как под Архангельском это было северное село, и урожаи были достаточно скудные, поэтому приходилось отдавать даже больше, чем они могли себе позволить. Еще в этой деревне жили семьи эвакуированных. И, как бабушка вспоминает, одна семья даже была из Кировска. А мама моей бабушки была очень жалостливая, она очень жалела эвакуированных. Поэтому даже то, немногое, что у них было, она старалась делить и с этой семьей. Бабушка – это оплот и гордость нашей семьи. Я очень ее люблю, очень ей горжусь. Я очень рада, что она до сих пор жива, что она с нами. Она помогает мне воспитывать моих детей. Я желаю ей долгих лет и крепкого здоровья. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ